Так, пришлось переодеться, потому что очень жарко на улице, вот, и нашла такую льняную тоже футболочку, значит, рюкзак расстегнутый, яркие кроссовочки, ну, так, чтобы немножко настроение себе поднять. Были планы сегодня другие на вечер, надо уже красить голову, волосы, вернее, приводить себя в порядок после этих уборок, нужно еще бусика полечить, покормить, поиграть, вот такое. Я рада, что я сегодня почти килограмм веса скинула, потому что вчера не покушала, аж приятно, знаете, такие ощущения приятные. Спасибо всем за добрые, хорошие слова. Видите, так, не зашла я на комменты компьютеру. Я уже ночью доползала, такая уставшая, что мне уже, знаете, не до компьютера было. Валилась спать и все. Сегодня, наверное, отвечу всем. Будем вместе с вами открывать, что-то мне понаписали, хорошее и не очень. Ладно, надо ехать в магазин. Бусику включила музыку, мама ему уже сказала, он уже расстроенный мальчик. Так, ну что, ехала по навигатору, я ж такая могу проехать поворот. Обслуживание, конечно, в США на высоте всегда. У меня были такие тяжелые вещи. Не помещались в руках. И продавец, молоденький парень, выбежал, все мне донес до машины. И всегда спрашивают, уэй, уфром. Я говорю, украин. Как они так вычисляют по этому? По акценту. Казалось бы, два слова сказала и все. И понимаешь, что ты не здешняя. Ладно, я поеду по навигатору. Привет, я уже дома. Вернулась из магазина, но, конечно, не обошлось без приключений. Дело в том, что слышу, мне в спину сигналят, передо мной красный свет, а у меня поворот направо. Я совершенно, знаете, забыла, что поворот направо в США разрешен, за исключением, когда есть специальные таблички. Вот что значит маленькая практика вождения. У меня такое впечатление создается, что мой муж специально меня в магазин в дальний посылает, чтобы я все-таки училась больше водить. А у меня на это катастрофически не хватает времени. Спина болит жутко после вчерашних уборок. Ну, вообще все эти дни то траву косила, то готовила, знаете, то тоже на ногах. И с мясом нужно было возиться. То вот эти вот уборки все, да. Ну, слава богу, заходишь в дом, приятно. Но опять же муж любит ходить обуты, потоптаться. Ну, как бы... Буся покушал. Еще лекарства не дала ему. Вот такой вот день насыщенный, знаете, какой-то округоворот. Я подумала, что 6 лет прошло, как я замужем за этим человеком. Вспомнила, как он меня встречал впервые в аэропорту. Сейчас расскажу. Но дело в том, что иногда у него вот эта романтика пропадает. Он хочет, чтобы его просто не трогали. Он превращается в такого, знаете, грубияна, я бы даже сказала. И, конечно, мне все это не нравится. По поводу этих денег, которые он мне дал, значит, 250 долларов. Во-первых, он мне вернул долг, 150 долларов я ему дала. Когда здесь были ремонты, после больницы, когда мужу осы покусали. Это были мои деньги. Он мне их вернул. И 100 долларов за то, что... Ну, как бы он мне обещал раньше давать по 100 долларов на карманные расходы каждый месяц. Но он этого не делает. Возможно, в этот раз я бы тоже это не вспомнила. Но я просто заелась, потому что я работаю и работаю без продуха. Если он себе муж позволит два дня вот так проваляться и ничего не делать, даже пальцем не пошевелить, то у меня этих двух дней выходных нет. У меня каждый день какая-то работа. Мне даже если... Вот я болею, я все равно должна вставать и что-то делать, понимаете? То есть для меня помощи нет никакой. В то же время муж тебе может позволить вот такой вот расслабон. И когда я увидела, что он просто начинает меня хамить, вот он выпивает на выходные, да, и мне все это не понравилось. Вот я уже говорила, ну, что меня взбесило. Сегодня даже мы по телефону разговаривали. Предупреди меня, что у тебя выходные. Тогда ты хотя бы поможешь мне спасить траву или приготовишься, или мясо, или еще что-нибудь, да, поможешь мне. Или мы куда-то поедем, спланируем наши выходные. Но поскольку у мужа ненормированный график, это, конечно, очень напрягает, это неприятно, это, ну, никогда не знаешь, что ему взбредет в голову. И я бы эти деньги, возможно, не потребовала, если бы мой муж отнесся ко мне уважительно. Ну, вот это я, надеюсь, рассказала. Это для тех, кто, возможно, недавно на меня смотрит. Вот, и что? Вот я вспомнила тоже, какой он был, когда я сюда прилетела первый раз. Он мне купил билет. Я работала в Детройте на клининге. Я сначала советовалась со своими дочерями взрослыми. И сказала, вот есть мужчина, который к себе домой приглашает. Мои дочки были в ужасе. И сказали, даже не смей ехать. Потом я у мужа своего потребовала паспорт, номер машины, точную фотографию, в общем, все. И сказала, что я передаю это своим близким, чтобы ты знал, что я под защитой. И все твои данные будут у моих близких. Только при этом условии я согласилась к нему уйти. И вот когда я передала уже своим дочерям все данные, также друзьям, которые оставались на тот момент в Детройте. Кстати, он пришел домой. Нужно быстрее заканчивать. Система охраны показывает. Тогда мои дочери сказали, почему бы и нет, поеду познакомиться с этим мужчиной. На тот момент мы уже с ним были довольно-таки откровенны. Особенно мой муж, он как бы в будущем, да, он все мне рассказывал честно. И поэтому я решилась сюда приехать на экскурсию, скажем так, понравится мне или нет. Когда я вышла из самолета, повторюсь, мой муж купил мне билет, оплатил авиабилет туда и назад. Я прилетела на три дня всего лишь. И вот я выхожу из самолета, а у меня был багаж, у меня шмоточница, и мне недостаточно бывает ручной клади. И нужно было ждать еще мой чемодан. И вот я подхожу к этому месту, где эти чемоданы выдают, там стоят люди справа, встречающие. Я думаю, где же этот мужчина? И он вышел из толпы. Видимо, он меня еще так рассматривал со стороны. Или это не обман зрения, но знаете, как знакомство в интернете, это, ну, можно ошибиться. Люди иногда выставляют фотографии, на 20 лет моложе. Поэтому мой муж не знал, кого он встретит на самом деле. Хотя мы с ним разговаривали, повидел себя. Но все равно это другое, знаете, чем ты видишь человека вживую. И вот он выходит из толпы. Что я сразу заметила, чисто выбрит. Свежая стрижка. И огромный букет роз. Я обалдела. Я начала за ним наблюдать. Сказал, что мне нужно получить чемодан. И он говорит, я все сделаю. Спросил, какой у меня чемодан. А свои чемоданы при авиаперелетах я чем-то, знаете, отмечаю какой-то яркой ленточкой. И он поймал мой чемодан. Сам все загрузил. Забрал у меня лишние тяжелые сумки, ручную кладь. И таким образом я его увидела впервые с моим мужем. Было очень трогательно, очень интересно. Особенно этот огромный букет цветов. И когда я только вступила на порог этого дома, мужа я предупредила, что я вегетарианка. В холодильнике. Был запас продуктов для меня. То есть там была огромная коробка креветок. Но мой муж не знал, что я ем, что я предпочитаю. Была черешня, какие-то овощи, брокколи, по-моему, да. Он же тогда такое никогда не ел, да. Купил специально для меня. Это же было очень трогательно и замечательно. Ну, такая была наша первая встреча. Что еще хочу сказать? Нет, это, по-моему, не муж пришел. Может быть, соседи там ходили. Просто у меня на телефон выскакивает предупреждение, что на фронт-ярде, допустим, какие-то люди незнакомые. Что еще? Мы открываем бархатный сезон в сентябре. Но очень плохая ситуация с Соколом. Так, букет на месяц, значит, папа еще дома нет. Папа еще работает. Бусик возле меня. Нет, вот папа пришел. И вот такая вот не успокоительная информация. Дело в том, что в районе Нью-Йорка акулы, да, это мой муж, система охраны меня не обманула. В районе Нью-Йорка акулы приближаются к берегу и нападают на отдыхающих. Это, в общем-то, странное явление. Тем более, что было нападение на пляже, на котором 70 лет акулы на людей не нападали. Представляете, это вот сегодня я вычитала. Дело в том, что сейчас есть очень сильные очистительные системы. Я бы там даже не знала, что пляжи, оказывается, вода на пляжах подвергается очищению. Лу, а да я закончу немножко, пять минут. Две минуты. Иди ручки помой. Вот. И... Сейчас, значит, стоит очень высокая температура и акулы приближаются вот именно к берегу, где более чистая вода и более высокая температура. Представляете? Значит, в этот раз потерпевший, казалось, теперь бусин меня развлекает, как бы отвлекает, хочет играться. Сейчас я закончу уже. Очень хочется много, кстати, вам рассказать всего интересного. Но я постоянно занята. Вы знаете, такая круговая ледь. И я уже надеюсь, эти дни будут поспокойнее и посвободнее. Потому что, ну, вообще, то, что я хотела, я сделала. На этот раз Томары теперь. Потепевшая оказалась женщина, которой 65 лет. Она, по-моему, беженка из Украины. У нее украинская, как бы, политическая позиция. Одна из газет опубликовала фото, где она стоит с украинским флагом. Либо на доме, где она проживала, украинский флаг. Ну, в общем, позиция женщины понятна. 65 лет. Она сейчас находится в больнице. Акула укусила ее возле берега, по-моему, в районе колена. за ногу. Значит, она начинала звать на помощь. Выехали спасатели на своих машинах. Слава Богу, они вовремя услышали ее крик. И ее удалось спасти, но она в тяжелом состоянии. Представляете, какой ужас. зачем указали, какая у нее политическая позиция, вообще не понимаю. Ну, как бы, что прочитала, то вам рассказала. так что, вот мы тоже поедем на океан, я, наверное, в воду не живу. Они буквально начинают плавать возле берега, а я акула очень боюсь. как бы, не хочется лишних приключений, и так, и все, знаете, бывает просто в жизни. Вот. Хочется еще дожить, свои стилии. Так что, это, конечно, неприятно. Ну, вот такая была у меня сегодня бесконечная встреча. Спасибо за просмотр. Все было хорошо и даже замечательно. Не видимся, подписывайтесь, не жалейте лайки. Канал мой, к сожалению, не так быстро развивается. Это проблема не в зрителях, а во мне. Ну, во-первых, может быть, я не очень профессиональный блогер. Может быть, я должна была бы все-таки сделать каналу своему, рекламу. Вот. Но пока что я продолжаю, но в любом случае иногда очень не хочется ничего снимать и отдохнуть. Ты понимаешь, что если зрители привыкли каждый день к моим видео, к регулярности, да, это тоже, во-первых, обязывает, а во-вторых, так работает система YouTube. То есть начинай продвигать твои видео, если они выходят более-менее регулярно. на сегодняшний момент я заработала за все, за весь период, вот как только пошла магнетизация, 31 доллар. и что еще хочу сказать, забыла. Ладно, в следующий раз подготовлю какие-то интересные темы для вас, например, как мы лидите здесь делали, как я добилась этих очень престижных путевок в летний период на двух детей. Они отдыхали в одной смене. Просто мою подружку в круглой отличной школе, когда я училась, ее в Артек посылали зимой. А мне удалось двух детей отправить летом. И они были в одном отряде. Это тоже я вспомнила, знаете, как дети быстро выросли, и как вообще жизнь быстро течет. Если вам это интересно, поставьте плюсики, напишите в комментариях. Кстати, обязательно я помню, что я, если обещала, я должна ответить на комментарии, я подойду к компьютеру и всем отвечу, даже хейтерам. Сейчас мне нужно полечить собаку и я хочу вести себя в порядок. покрасить волосы ну и смонтировать это видео. Еще раз всем пока. Спасибо, что были с ними. Хочу сейчас показать, как мой муж любимый засыпает. Я закрываю здесь двери, чтобы никакие дикие животные сюда не залезли. Вот он вздрогнул. Да, потому что я снимаю. Обычно я выключаю его компьютер и вот так вот его беру за плечик и говорю, давай, дорогой, ложись спать. Еще надо отцом кидать. Давай, спать. вот такой у меня детский садик. Бусю ложить, боже, ложить. Бусю первого. Бусю первого, да, уговариваю. но он сейчас так резко проснулся, почувствовал, что я камеру включила. Ну да. Что, Буся, все, идем спать. Спать кидем. Да, хороший мальчик. А, Буся, кушаный? Кушаный, кушаный, хороший мальчик. Он здесь спать хочет и папу ждет. Козепапа, я уже тебя так жду. Сейчас, идем, Бусик, сейчас. Все, вот мужики будут спать мои. Я вымыла весь дом, каждый уголок, обутым не ходить, только в тапочках. Я буду на тапочке одевать еще трапочки, чтобы чище были. Да, еще с улицы надеваю. Тряпочки на тапочке. Будет скандал. Все понял? Буся, ты понял? Я тоже все понял. И Буся будет одеваться. И Буся тапочки должен одевать тоже на свои лапки. Скажи, мама, отстань, я же спать хочу. Да, папа, все, папа, иди.